5 миллиардов 600 миллионов рублей получит Камчатка на строительство второго этапа главной больницы полуострова. Эти деньги позволят закончить возведение объекта на два года раньше. Я сейчас уже инициировал возможность переноса, как говорится, влево на более ранние сроки строительства второго этапа. Не дожидаться окончания первого, а запараллелить эти процессы. Логика очень простая. Сейчас развернут строительный городок, перебазирована техника. Сейчас там работает 270 человек. После Нового года планируется примерно в два раза увеличить, до 450-500 человек. И это означает, что если сейчас запараллелить работу по новым корпусам, их можно сделать примерно на два года быстрее. Губернатор добавил, что по поводу выделения денег на строительство второго этапа он обратился к президенту страны и получил принципиальную поддержку. Сейчас мы будем отрабатывать с правительством Российской Федерации. Я заручился поддержкой полномочного представителя президента. Еще раз хочу подчеркнуть, речь идет не о действующем строительстве, а о следующей очереди, которая сейчас вынесена за контур того проекта, о котором мы говорим. Важно их синхронизировать и максимально быстро обеспечить все очереди строительства и их завершения. Добавим, Юрий Трутнев в ходе визита на Камчатку поддержал решение главы региона о параллельном строительстве двух этапов. Это даст возможность не беспокоить больных шумом стройки. Сейчас же работа в рамках первого этапа идет в соответствии с графиком. Основное, что по краевой больнице стройка идет в полном соответствии с графиком, Юрий Трутневу об этом доложили на площадке и застройщик, и стройнадзор, и Министерство строительства Российской Федерации, заместитель министра. Поэтому сомнений в том, что в конце 2023 года текущий объем работ, на который выделили средства, это первый этап, два крупных корпуса и третий обеспечивающий, будет завершен. Таких сомнений нет. Здесь все в плановом порядке движется. По проекту новая краевая больница рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составляет 80 тысяч квадратных метров, а общая площадь территории более 40 гектаров. Строительство будет осуществляться в два этапа. На первом этапе планируется ввод в эксплуатацию лечебного и палатного корпусов и необходимых инженерных сооружений. На втором этапе строительства возведут еще четыре больничных корпуса.